Всем привет! Обзор смартфона Samsung Galaxy A50, версия на 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. Уже есть на канале обзор версии 4.64. Кому интересно, можете посмотреть и найти на канале. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Вот, также в черном цвете устройство, как и 4.64 у меня был, на 128 гигабайт. Тройная камера сзади, вспышка и материал корпуса пластик. На передней части дисплей диагональю 6.4 дюйма, фронтальная камера, разговорный динамик. На нижней грани порт USB Type-C, динамик, микрофон, а также джек для наушников. Слева слот, давайте откроем. Открываем слот. Слот для двух наносим карточек и microSD карточки для расширения памяти. Если вам нужно, еще эти статус 8 гигабайт можете расширить и не жертвуя двусимочностью устройства. То есть тут с этим порядок. Окей. Сверху дополнительный микрофон, тут кнопка регулировки громкости и кнопка включения на этой грани. Давайте посмотрим по комплектации еще. В комплектации идут наушники, кабель USB Type-C для подключения к компьютере зарядки, адаптер питания, поддерживать быструю зарядку, адаптер питания 2 А, выход с вот этой вот стороны, не сверху. И слот для сим-карточки также в комплекте. Ну и конверт, в котором инструкции и карантинный талон. Закрываем. И теперь по самому смартфоне. Включим его. Samsung Galaxy A50 и ожидаем включения. На транспортировочной пленке вынесена некоторая основная информация. Это Infinity дисплей безрамочный, тройная камера и сканер отпечатка пальцев, который встроен в дисплей устройства. В предыдущих версиях нового поколения Galaxy A, там, по-моему, во всех у Galaxy A40 и у Galaxy A30 идет сканер отпечатка пальцев на задней части устройства. И у Galaxy A50 идет встроенный в дисплей, так как это сделано во флагманах Galaxy A10. Смотрим настройки. О телефоне. Так, сведения в программобеспечении. Android 9, версия One UI 1.1, версия Nox 3.3. Окей, закрываем. Также есть технология распознавания лица. Переходим в Geekbench 4. О технических характеристиках здесь используется процессор Samsung Exynos 9610, 8-ядерный, 4-плюс-4, который работает на тактности 2.3 и 1.7 ГГц. Видеоускоритель Mali-J72. Вот разрешение дисплей. Тут Super AMOLED дисплей. Разрешение 1080 на 2340 точек. Дисплей PPA примерно 403 точки. Так. И по оперативке 6 ГБ против. И встроенный 128 ГБ. Запускаем тест. Сейчас я уже его запускал. Можно просто посмотреть результат. Вот, одноядерный и мультиядерный тест. Ну, не особо отличаются результаты. Вот, версии 4.64. То же самое, тест видеоускорителя. Закрываем, может, где-то на сотню баллов. Превосходит в тесте видеоускорителя по тесту процессора. Не отличается. Смотрим в Android 2.4. Шморке 142 тысячи. Почти 143 тысячи. Тоже не особо отличается. То есть, от 1000 будет в способности поддерживать больше программ многозадачности. То есть, это, конечно, если вам там нужно пользоваться многими тяжелыми программами. Навигацией, там, какую-то игру поставите, чтобы все это параллельно висело. То, конечно, это устройство с этим будет справляться намного лучше, чем версия 4.64. Так, оперативки. Вот, видим рейтинг в сравнении с топ-50. Рейтинга, топ-50 сейчас в АВ-15. И видим почти, вот, впритык подошел к Galaxy A50. Почти выпадает в топ-50 мощнейших устройств. Вот такая вот разница. Окей, закрываем. Сделаем тест функции. Сколько касаний поддерживает качество устройства. 10 касаний. Закрываем. И переходим теперь в тест тяжелой игрушки PAM Mobile. Допустим PAM Mobile. Посмотрим, как работает. Загрузилась игра. Графика установлена на самый высокий уровень максимальный. И ультра частота кадров. Запускаем. Вот, и вы видите уже игровой процесс. Загрузку я пропущу. Загрузилась игра. Работает все супер в этой игрушке. Проблем никаких нет вообще. На самой высокой графике, на которой сейчас может работать PAM Mobile, на Galaxy A50 работает. На Galaxy A40 не работает на самых максимальных PAM Mobile. Вот, там работает на средних настройках графики. На высоких максимальных не работает. Тут, вообще без проблем, все грузится. И плавно работает. Устройство отлично справляется с таким вот уровнем графики. Окей, закрываем PAM Mobile. То самое касается GTA San Andreas. Тоже на максималках абсолютно играбельный уровень. В общем, устройство с игрушками справляется без проблем. Окей, теперь давайте поговорим о камере. Камера здесь тройная. 24x5x8 мегапикселей основная камера, способная снимать 4К видео. Фронтальная камера 25 мегапикселей. И теперь я покажу вам при вместниках на основную камеру телевид. Это устройство сможете сейчас посоветить качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok